Ну, наверное, добрый день. Да, большое спасибо организаторам, что они предоставляют такую возможность высказать свои мысли, как говорится, сквозь взгляд на мир. И, надеюсь, вам будет это интересно. Но вот мне уже трудно все это держать в себе, поэтому приезжаем на эти конференции и так далее. Ну, конечно, в этом мире вот меня, например, может, и вы тоже имел любопытство когда-то сесть в этот поезд под названием физика. И вот он сейчас мчится, мелькают станции, теория относительности, квантовая механика, стандартная модель там и так далее. Большой взрыв, да. Ну, не забыть бы эфиродинамику. У Владимира Акимовича нет. Тоже станция мелькает. Тоже самширная булава. Да, станция мелькает. Ну, мы едем в плацкарном вагоне, я бы так представил. Ну, время от времени мы, конечно, стучимся в СВ, где сидят вот эти ортодоксы и так далее. Что-то им предлагаем, рассказываем, говорим, что поезд у вас не совсем туда летит. Ну, вы сами знаете, что они нас не слушают, ничего не воспринимается и так далее. Ну, у них ответ один. Они говорят, все, у нас поезд на правильном пути. Ребята, есть у вас две такие величайшие теории. Это теория относительности квантовой механика, которые все объясняют. И, пожалуйста, как говорится, это самое. Все можно объяснить. Атомная бомба, как говорится, взрывается. Самолеты, ракеты более-менее летают. Ну, и атомное ядро тоже, это самое. Все это изучено. И говорят, подождите, вот-вот мы прибудем на станцию, где будет прекрасная теория всего. Так что все окей. Но, тем не менее, вот меня вот, когда я этим увлекся, занялся, поражают несколько вещей. Ну, это, конечно, звездное небо над головой. По канту, да. В школе поразила такая вещь, это нейтрино, зашивает земной шар. Она у меня в голове сидит и все время толкает вот к этим изысканиям. Дальше. Ну, такая вещь, конечно, поражает, что Земля не вращается вокруг Солнца. Вот я смотрю на вас, и нет возгласов, это что не так. Ну, по ходу дела, может быть, проснится. Ну, и вот эта таблица, она вот в ходе этих исследований, она появилась, ну, это по типу Бортилия. Можно подойтись, и немножко немножко смотреть. С квадрат – это энергетический потенциал космоса, мы все знаем, гравитационный потенциал. Сейчас я тут перебошу немножко. И нам достаточно возвести С в кубе, и мы получаем массу в секунду для всей Вселенной. Именно поражает то, что это точная цифра для нашей Вселенной в границах, ну, с верой. Точная цифра – 26, 94, 10, 24 степени. Столько массы образуется в одну секунду. Пожалуйста. Достаточно возвести С4, это будет гравитационная сила всей Вселенной. В границах. Дальше, С5 – это мощность, энергия космоса. Точная цифра. Дальше, С6 – это скорость передачи мощности. Ну, тут сбоку, как Бортилия рисовал, энергия, достаточно мощность умножить на время, потому что энергия космоса, да, ну и так далее. Другие вещи там, да. Это мы, если время останется, вернёмся к этой таблице. Дальше я продолжу. Ну, вы удивитесь, что, в общем-то, я сегодня предлагаю послушаться Эйнштейна. Он, помните, говорил, что нельзя решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Давайте, есть такое предложение, сойти с этого поезда, который летит, и спокойно, как говорится, прикатит эту ваханалию большого взрыва, там, физического вакуума, бозона Хиггса, там, гравитационных волн, искривления пространства. Ну, я бы сказал, эскалацию, простого такого суммирования знаний. С нашей точки зрения, современная научная парадигма исчерпала себя. Ну, конечно, такой момент, да, когда кризис в науке, то действительно открываются какие-то перспективы. Но я предлагаю, давайте поймаем этот момент и что-то придумаем. воспользуемся моментом. И здесь я предлагаю... Давайте забудем, чему нас учили в школе, чему учили в университете. Давайте забудем или притворимся, что мы не знаем теорию относительности к кванту-механику. А что притворимся? Ну, мы все равно об этой суперматематике редко кто понимает. Короче, не знаем мы. И, если кому интересно, можно закрыть глаза и поднимемся в космос. И что мы там видим? Звездное небо. Благо мысль, как говорится, с любой скоростью распространяется. Может потому, что Вселенная бесконечна. Давайте слетаем где-то на край Вселенной. На этот край, на тот. Мы обнаружим, что ясно, что края нет. Она бесконечна. Нам, конечно, кричат официальная физика, да? А вы вернитесь на 13,7 миллиарда лет назад. Мы превратились в точку. И вот из этой точки произошел большой взрыв. Вот что-то они придумали машину времени, эти ортодоксы. По-моему, они забыли заповедь древних, что время не идет. Это мы проходим сквозь время. Еще. Все в этом мире известно. Все законы открыты. Значит, кажется нам. Пожалуйста, эти величайшие теории созданы, да? Общая теория относительности для макромира и квантовой механики для микромира. Прекрасная теория. Но объединить эти теории уже какое поколение ученых бьется, никак не удается. Если до сих пор это не удалось, то это говорит о том, что это в принципе невозможно. Они надо сделать вывод, что они несовместимы. Но позвольте, да, мир-то един, природа едина, две теории не совмещаются. Что-то значит в наших головах что-то не то. И тут мы опять давайте еще раз послушаемся Эйнштейна эту проблему мы, конечно, никак не решим, если будем думать так же, как те, кто ее создал. И на пути вот создания такой объединенной теории мы предлагаем объединить все взаимодействия этого единого мира во-первых в наших головах. В связи с этим мы предлагаем новый взгляд на мир, новое мировоззрение и изменить парадигму современной физики следующим образом. Предлагаем время, пространство, материю, сознание, информацию объединить в одно целое, единое, неразделяемое, динамическое, энергоматериальное, информационное целое. Космос назовем. Допустим, у Ньютона было абсолютное это пространство и время. У Эйнштейна это пространство и время, он объединил в один временной пространственное временной континуум, это у него абсолют. Вот с этой точки зрения вот излагаемой нами теория, мы говорим в этом мире абсолютно энергия. Можно как угодно называть энергетической теорией, можно энергетизмом, но от этого чуть не меняется. И представьте себе, что вы в этом мире нет ни частиц, никаких границ, ни материи, ни сознания, ни времени, само по себе, как самостоятельной сущности. Есть такой единый космос. Ну, мы перейдем еще это самое, дальше все будет, попытаемся логично нашу мысль изложить. С нашей точки зрения мир, космос, вот назвали мы его, абсолютно нелокальный. Нет ни границ, ни частиц, нет механического движения в нашем понимании спрашивается, и что в этом космосе меняется. Все-таки изменения мы наблюдаем окном и так далее вот в этом космосе, в котором мы поднялись. По нашему мнению, изменяются только энергетические характеристики космоса. Все. И тут давайте вспомним, чему нас учил Галилей. Он говорил, измеряйте все доступное и делайте измеримым природу. Вот и на чем измерять в этом космосе. Сейчас мы постулировали абсолютную энергию. Давайте же посчитаем это число. энергию нашей видимой вселенной. Принимая ее как замкнутую систему, как у Фейнмана много про энергию. И вот мы тут так. ясно энергия космоса в объеме наблюдаемой вселенной должна быть пропорциональна объему, плотности материи, квадрату скорости ц в квадрате по Эйнштейну м ц в квадрате и времени. попробуем сейчас найти тут. ну вот этот идет по пунктам расчет в конце будет итог сто процентов но это в процентах для сейчас будет ясно для дальнейшего объяснения тут наверное да вначале надо сказать что плотность фактическая материальная материя вселенной равна вначале похоже так вот я открываю плотность работает да плотность фактическая вселенная это плотность чемная энергия но пригоритмом какие цифры ну уважаем для всей вселенной ну нам просто удобно было в объеме всей вселенной конечно можно для одного квадратного метра с радиусом один метр посчитать но результат будет процентов тем более одинаковый ну и в цифрах пожалуйста в конце можно вот энергия фактической массы барионной материи по нашим расчетам это 6-13% энергия темной материи соответственно на то ро плотность умножили 25-67% гравитационная энергия фактической барионной материи третий бункт ну по формуле 3,5 гравитационная постоянная 3,68% и гравитационная энергия темной материи 64,52% вот сбоку красным удивительно что ну это еще вернемся сейчас и того да вот все посчитали ну в докладе тоже посмотрите нейтринное излучение там еще что-то реликвое излучение ну это небольшие объемы мы их не учитывали в этом деле можно добавить и значит у нас полная энергия вселенной в объеме времени существования вселенной значит 13,7 миллиардов лет это 25 вот 2 77 10 70 джоулей 100% пожалуйста удивительно что скажем обсерватория план да космическая они определяют же доли темной энергии темной материи и вот их определение это красным сбоку очень близко почти совпадает такой вывод можно сделать удивительно с этой точки зрения ну и уксен тоже сервис вот какой еще интересный момент да мы говорим энергия энергия много энергии во вселенной а где же спрашивается источник этой энергии куда она появляется ясно что в бесконечной вселенной никаких внешних источников быть не может мы привыкли что нефич поступает по проводам или где-то там газ включаем у нас всегда в обычной жизни внешний источник энергии в космосе ясно что внешних источников она ниоткуда она не может прибывать приходить и так далее тут надо сделать вывод что она разлита в космосе растворена другой вопрос как чего какая структура это энергия информационная это другой вопрос но такой вывод надо сделать она есть везде всегда ну ясно что можно просчитать ну это так элементарный квант энергии удивительно удивительно что элементарный квант энергии ну времени я назвал это дальше надо смотреть он точно равен космологически постоянно Эйнстейна лямбда вот эта цифра 16 ну мелькает 16 на 10 минус 52 джорсекунда метр кубе дальше дальше второй второй доклад я перейду Спасибо. Ну, всем известно, что гравитационный потенциал чему равен, форму его можно написать по форме Ньютона. Это значит разделили на массу и вложили на расстояние. И это вычисляем для всей Вселенной. Получается гравитационный потенциал всей Вселенной С квадрат. Известная вещь. Ну, параллельно тут вычислим еще энергогравитационный потенциал, скажем, темной материи, которая тоже присутствует. Она будет φ4π деленная на 3 флешку. Вот надо, наверное, сказать, что физический смысл константа С в квадрате – это энергетический потенциал барионной материи Вселенной. Ну, это легко вычислим. Вот наверху прямо формула, которая сравняется квадрату скорости света. Или по-другому физический смысл нам известно. Гравитационный потенциал в данной точке энергии отчислено равной работе, необходимой для перемещения единичной массы из данной точки космоса за его пределы, где потенциал равен нулю. Ну, это по определению. Значит, умножив разность энергетических потенциалов Вселенной на массу, мы получим знаменитую форму Эйнштейна. Вот, дельта φ умножаем на массу М в квадрат. Никаких этих, то, что Эйнштейн проделывал, тут не надо, все очень просто. По лойке этой теории дельта φ, разность потенциалов умножаем на массу, ну, рассматривая массу как заряд, можно сказать. С другой стороны, гравитационный потенциал умножаем в обе стороны на М и так далее. Ну, мы получаем очень просто закон семейного тяготения Ньютона, который сам, вот я вижу, хожу, стрелки. Божалуйста, никаких других вещей, без законов Кеплера и так далее. Параллельно энергетический потенциал темной материи, эту цифру, давайте мы запомним, φ2, она нам пригодится. 4π в цех квадрате, деленное на 3, ну, в цифрах 37. И, естественно, предположить в данном случае, что вот эта закономерность, разность энергетических потенциалов, и она имеет всеобщий характер. То есть квадрат скорости, с которой двигается любое материальное тело, говорит о разности энергетических потенциалов в точках, откуда и куда движется тело в космосе. Предположим, что это такая всеобщая закономерность. Например, Солнце на своей орбите, на орбите Земли уменьшает энергетический потенциал космоса на величину, ну, тут в буквах В в квадрате, на дельта Фи Земли, скажем, да. Это можно посчитать. И практически преобразование Лоренца, которое мы продолжим в более таком понятном виде. Мы получили преобразование Лоренца, но как фундаментальный закон космоса, не привлекая других вещей. Также можно, ну, я предлагаю тут остановиться, вот насчет время, это фактор Лоренца, сразу все получается. Ну, тут надо более так вот подробно и думчиво что искать. Это можно. Это очень просто получается. Ну, можно тут такой вывод, замедление времени и что иное, как его появление. Такой вывод надо сделать. Дальше. Интересная вещь. Определим, вот, гравитационный потенциал на орбите Земли от Солнца. Ну, до этого надо вывод сделать такое, что гравитационным потенциалом является энергетический потенциал, разность энергетических потенциалов, насколько вот Солнце уменьшает на орбите Земли. Другой вопрос, как оно уменьшает и так далее. Он уменьшает. И определяем разность энергетических потенциалов на орбите Земли. И удивительно, что оно точно равняется квадрату орбитальной скорости Земли. Это, по-моему, известная вещь. И можно посчитать для Юпитера, для всех планет, для Луны в том числе, тот потенциал, разность энергетических потенциалов на орбитах планет, спутников наших, будет точно равняться квадрату орбитальной скорости. И, значит, к соображению, тут, по ходу дела, третий закон Кеплера. Ничто иное, как отношение произведения энергетических потенциалов на орбите планет на их расстоянии до Солнца. Это выполняется для всех планет. Ну и, соответственно, энергии, заключенные в объемах сфер за соответствующие периоды облачения планет, должны быть равны им так же. Равны это тоже по конкретной. И тут, наверное, такой, на основании вышеизложенного необходимо признать, что, скажем, тот потенциал, который на орбите Земли, тут масса Земли совершенно ни при чем. Какая может быть гравитация между массами? А если мы рядом с Землей поставим любое тело, материальное, и оно покатится точно с такой же скоростью, как сквозь Земли, значит, определяется энергетическим потенциалом космоса все движения планет. Мы тут должны сделать вывод, что в природе нет гравитации, то есть взаимного тяготения материальных тел в современном физическом понимании, как нет и гравитационного потенциала. А есть просто энергетический потенциал, нет гравитационной энергии, а есть энергия космоса. А движение тел происходит очень просто. Они, любое тело материальное, идет туда, где меньше энергетический потенциал космоса. Берем ручку, камень, снаряд, планету, двигатель, машину. Все двигается туда, где меньше энергетический потенциал. Это всеобщий закон этого мира. Вот таблица. Ну, тут я уже посчитал. Тут можете проверить. Все эти потенциалы на орбитах планеты, их скорости и так далее. Не точно совпадают. Ну, небольшие расхождения совершенно. Ну, у Сатурна большое расхождение. Оно, видимо, о чем может и какую-то роль играет. Плюс 66. Ну, когда там 9623, а тут плюс 66, ну, тысячная доля процента. Спрашивается дальше. Из этих соображений при цессе перигелия Меркурия. Не надо нам никакой теории относительности. Все объясняется просто. Мы просто смотрим гравитационный... Ошибаюсь я все. Энергетический потенциал на орбите Меркурия. И, как говорится, с этой точки зрения вычисляем все параметры. А тут интересный энергетический потенциал на орбите Меркурия. Надо учитывать такую вещь. Определяется массой Солнца, вращением Солнца еще. Вращение Солнца добавляет какую-то часть. Как раз вот эта добавка, которая не может быть объяснена законом Ньютона. И удивительно, что вот у нас все совпало 43 секунды. Абсолютно точная цифра. За 100 лет. Для Меркурия. Для Земли, для других планет это там уже посложнее. Ну и прицессия там очень небольшая, буквально, по-моему, 6-8 секунд такие за 100 лет. Да, там такие расчеты есть, но там надо учитывать уже другие моменты и так далее. Ну, эффект лензотиринга, это, наверное, посложнее. Отклонение луча света, проходящее вблизи Солнца. Пожалуйста, мы смотрим энергетический потенциал около Солнца, луч света рассматриваем, как тело материальное, имеет массу, имеет потенциал луча света цех в квадрате. И определяем около Солнца энергетический потенциал. Соответственно, разность потенциалов и считаем отклонение. У нас получилось это все 1,514 угловых секунд с жирным выделено. Ну, тут историю, да, все мы читали историю, Эдингтон проверял, у него, по-моему, Эдингтона 1,61 секунда. Ну, разные цифры есть. Ну, если поточнее посчитать, ну, не то, что порядок цифр. В общем, все почти совпадает. Ну, как видим, нет необходимости в постулатах и математическом аппарате теория относительности. Совершенно. Мы на определенный расчет для Солнечной системы в масштабе галактики. Там тоже это все совпадает, как Солнце крутится вокруг центра галактики. Ну, только счеты, конечно, могут быть оценочные, и ядро галактики понятно, что мы оцениваем. Приблизительно, ну, все это совпадает. И скорость нашей галактики вокруг ядра галактики как раз равняется, если скорость нашей галактики в объеме квадрат, этому потенциалу, энергетическому потенциалу на этой орбите. Ну, интересно, сейчас в глубь, в микрокосмос окунуться, все-таки все должно, раз тут все объясняет, должно и там все объясняться. Ну, считаем, разные энергетические потенциалы на орбите электрона. Ну, энергию делим на массу электрона, получаем 4,78 на 10,12. Это квадрат скорости электрона на первой орбите, ну, для атома у народа. Точная цифра. Пожалуйста. И тут и... Отсюда и постоянная тонкая структура. 1,137. Пожалуйста. Отношение... Скорости электрона на первой орбите, скорости света. Ну, и квадраты этих... Квадрат постоянной тонкой структуры равняется отношению энергетических потенциалов. Альфа в квадрате, разность энергетических потенциалов, деленная на С в квадрате. Тут, конечно, оперировать надо квадратными скоростей или энергетическими потенциалами. Видимо, время придет, что понятие скорости будем уходить. И более фундаментальная величина, конечно, квадрат скорости, это энергетический потенциал. Скорость это производная от энергетических потенциалов. Какая разность потенциалов, такая скорость. Вот хочется, ну, да, может быть, еще интересно будет, интересную вещь тут высказать, да. Скажем, возьмем простой атом. Это в середине протон, ну, водорода, один электрон крутится. И вот наши расчеты показывают, что энергетический поток протону вот А, С. С это площадь на разных орбитах, да. Ну, ясно, что сфера, она то больше, но зато напряженность меньше, да, этого энергетического потока. Но это вещь постоянная, последняя строка. Это энергетический поток протону. А может быть и от протона. Сейчас трудно сказать. Удивительно, это величина постоянная. Вот таблица, да, вот я, что величина постоянная, она справа. 31, 82, ну, колеблется там. На всех уровнях энергетических. Ну, применяю все формулы, которые тут есть. Но используя вот то, что энергетический поток постоянный, выполняется на всех уровнях. Определим энергетический потенциал на сфере протона, на самом протоне. И мы считаем, он получается 28,8 на 10,16 метра в квадрате, секунда в квадрате. Если корень квадратный возьмем, то это несколько скоростей света. Что-то тут не сходится. Это цифра 28. Вот. Да, протон-сфера 28,88. Ну, размера внизу стоит 30, 0,85. Ну, вроде это самый радиус протона. Там есть разные варианты. Но, тем не менее, близкие значения. Запомним, 28,88. И в связи с этим, конечно, удалились кварки, то, всё там, что творится внутри протона. Много разных теорий. Там возникает масса, то, всё. Вот с нашей точки зрения интересно другое. что этот 28,88 это равно разности энергетического потенциала тёмной материи и нашей обычной барионной материи. Вот дельта фи протона фи д, ну, дак, дак материи, минус фи барионной материи равняется 4П С в квадрате делённой на 3. Помните, раньше мы эту формулу попытались запомнить? Это как раз та формула. Отнимаем С в квадрате, это энергетический потенциал нашей барионной материи. Всё это дело находим численно, это будет 28,88 и заметим тут тоже в излагаемой теории нет необходимости в гипотезе вращения электрона вокруг кедра атома. Это совершенно лишняя вещь. Не вращается он вокруг кедра? Такой гипотезы совершенно нет. Много интересного. Ну, почти что на этой хорошей ноте можно и закончить. Но вот наверное вещь, такую приведём, ещё приведём такую вещь. Исходя из... Да, все мы спорим. Можно скорость света превысить, нельзя. Как можно, как говорится, С в квадрате, всё. Скорость света корень из энергетического потенциала, из разности. Вопросов нет никаких. Оно всегда равно С. производная потенциалов. Другое дело, что может меняться потенциал космоса. А по нашему мнению он меняется. Но это уже, да, это следующие доклады. По нашему мнению, он меняется. И скорость света меняется. Но превысить корень не с С в квадрате. Корость света не может. Совершенно не надо искать. И еще интересно, да, вот замечаем, исходя из всех этих вещей, точно постоянный Хаббл равняется 73 километр в секунду на мегапарсек. Точно. Я подчеркиваю, не какие-то там цифры. На наше время. В смысле, вот современную эпоху. Ну, соответственно, время жизни Вселенной, ну, мы считаем, что большого взрыва не было, но тем не менее, 13, 39, 59 миллиардов лет, это точно, в секундах, лет, ну, в секундах там. Значит, расстояние сферы Вселенной, ну, соответственно, написано, объем Вселенной и так далее, все это точно. Ну, может быть, коснемся этих таких выводов, такие, юридические, я написал этой теории, таким выводом можно прийти к следствиям, что свет идет не от звезды к нам, а от нас к звездя или к солнцу. Излучение на юридическое, но, тем не менее, надо такую вещь высказать. Свет идет от нас к солнцу. Жизнь существовала всегда, она вечно, только сознание появляется на определенной стадии. Не надо искать начало жизни, как она возникает, там, формула, не формула, а эти опыты, начиная там от, забываю, уже опарина и так далее. Она, жизнь была всегда и она вечно. Мозг это орган, который создается природой для возможности мышления только при подключении к энергоинформационной структуре космоса с соответствующим космическим энергопитанием. Да, все расчеты энергетически показывают, что мозг сам по себе не способен мыслить. Только в таком случае это возможно. Ну, интересно еще, причина болезни однозначно энергоинформационная. Продукты то все бесполезно. И лечение может быть только энергоинформационным. А то, что с нашей точки зрения мы что-то кушаем, воздух, это просто информация поступает в виде продуктов, в виде воздуха, в виде света в наш организм. Но не Ну, следующее поколение компьютеров после квантовых это понятно, что к структуре космоса придется использовать ее, иначе может и с ней хватит. И формулы Эйнштейновые вот мы предлагаем записать для для всей энергии, для всего космоса 2П МЦ в квадрате. Если мы по этой формуле вычислим энергию Вселенной, она будет равна, но раньше приводили. Ну и для темной материи 4П МЦ в квадрате деленное на 3. Ну, ясно, что массу умножаем на потенциал. Дальше такую вещь, следствие телепортация это не фантастика, это фундаментальное свойство нашего мира. Все происходит однозначно. Это обычное дело телепортации. А сейчас мы просто не видим, оно происходит часто и за время планка. Ну, проясняется фундаментальный принцип движения и, соответственно, всех двигателей, снарядов, там, летающие тарелки и все, что угодно. Это все идет материальное, барионное, материя идет туда, где энергетический потенциал меньше. Все. Гравитационные волны это иллюзия нет гравитационных волн. Иначе у нас в Казани там подземные взрываются на 12 метров и там они ищут гравитационные волны, как будто пространство деформируется. Следующая тема. Это столько денег тратится и так далее. Ищут того, чего нет. Можно, конечно, дальше заниматься этим. атом. Вот атом и вечный двигатель, если хотите. Первый двигатель Аристотеля, как там раньше было. Ядро атома, видимо, надо сделать вывод, что это сгусток темной материи, исходя из потенциала, который там есть. Он отдал, С квадрат и отдает в нашу материю. А чем еще объяснить? Чтобы затягивать это дело. Если будут вопросы, давайте я попытаюсь. Там, где показывают, что С квадрат это потенциал, а С в кубе это скорость производства массы. Ту первую таблицу. Да? Покажите. да. Мне показалось, что там размеры спадают. С в кубе скорость размерности и альта. Ну, расстояние естественной системе размерности там все приведено по принципу Бальтини. Сейчас я дойду. Расстояние секунду. Там килограммов ничего нет. Иначе мы запутались это самое вот наверху видите я написал в системе размерности L это расстояние на T квадрате. Да, ну все выкидывается массой заряды и нет необходимости в этих массу надо ну соответственно M квадрат деленное на C квадрат в массу. По-моему затронули вопрос с районятом а что вполне в мышце не вращается легко на ядрах ваша модель просто рядом находится? Нет квадратная модель которая наша модель протон забирает энергию или же излучает я не могу сейчас такой вывод сделать но вот этот процесс происходит и он просто тянет грубо говоря из космоса и ну скажем энергию которую протон забирает она ну какой-то вихрь образуется электронный поэтому как частицу не могут найти электрон и вот именно почему останавливается на такой орбите очень просто протон уже насытился вот эта цифра 28.8 он насытился ему не нужна больше такая энергия для жизни для существования для чего-то там еще поэтому постоянно тонкая структура на 1.37 расстояние останавливается и очень просто количество элементов какое максимально может быть 137 когда количество протонов будет 137 электроны будут останавливаться как раз на границе протона ядра удастся 137 но это уже граничная вещь все очень просто позвольте позвольте у меня два вопроса вот выражение е равня mc квадрат как выражение е равно mc квадрат как вы понимаете что такое m что это за массой я как я понимаю ну в данном случае может быть коэффициент назвать коэффициент такой переводной может быть давайте вот так назовем это же масса а не что другое это не коэффициент это масса вещества количество материи материи в моем понимании смотрите происходит вот в этой в этом понятии космос нет ни массы ни вещества ни частиц да в моем понимании происходит энергия переходит в массу она на мгновение и обратно в энергию вот такая пустота допустим переходим допустим на массу ни во что ни во что то есть в той двух компас ну понятно ну если возьмем ту же формулу е равняется mc квадрат ну пожалуйста я о ней и говорю о ней и ксервисе о ней и говорю если бы конкретнее задайте вы хотите сказать можно ее нащупать или что мы скажем про что речь ведем значит вещество можно разделить на нейтральную часть материи ну вещества и зарядовая электроны то есть нейтрон зарядовая а все остальное что в тысячу раз по сравнению с этим нейтральное теперь смотрите фотоны заряды это аннигиляция когда они можно приписать эту форму е равно mc квадрат но остается нейтральная часть материи которая всем запрещено это называет название я в книжке называю это протон без позитрона ну когда Андерсон открывал позитрон он выбил его осталась нейтральная часть материи а вы для нее у нее нету никаких аннигиляции аннигиляции это селекан а уедритов в тысячу раз больше по массе вся вселенная вещество в тысячу раз нейтральное вещество это больше чем вот электронный позитрон вместо заряды они могут аннигилировать пускай формула для них остальное это что вот то что полная энергия вещества это лапша на уши в официальной науке а вы ее повторяете у вас это свое хорошее у вас много хорошее нет фактически есть объяснение кое-где в этой формуле извините я просто вопрос в этой формуле м это ничто как дефект массы но об этом не расшифровывать масса и масса и люди учащиеся делают вывод что она всю массу может превратить в энергию вот я беру булыжник и вот весь этот булыжник массу я могу превратить при определенных условиях в энергию хотя это далеко 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 никто это официальная наука да официальная я же я же не официальный это энергия заперзка может вообще а про это вещество запрещено вам тебе писать или что у вас нигде не отвечают нет наша философия такая что нет ни частиц ни массы и так далее нет как кто-нибудь в объект материальный мир все и фотон массу имеет это тоже вас обманывают нитрино так ладно нет мы уже разобрались подождите чуть-чуть если вот наша философия еще такая что не копаться в сущности ни массы ни частиц ни силы тяготения ни что такое время что такое пространство да мы сойдем с ума если Ньютон там сидел и думал что такое сила тяготения наша философия такая хорошо что вот не копаться в сущностях а заниматься измерениями а эти вещи все все просто все доказали что это за зверь энергоинформационное поле как я понимаю что все у нас сознание все в мозгу информация перерабатывается много чего а вокруг нас никакой энергоинформационное поле есть там это биос поэффекту кирлянтов вот есть какая оболочка вот для того а никакой энергоинформационное поле откуда мы черпаем вот есть даже такие байки что кому-то вот Высоцкий там с того света диктует стихии и прямо стиль его все его это якобы объясняет так что посредством энергоинформационного поля которое он оставил и он там прибывает вот он а люди механически не думая записывают случается стихи вот вот даже такой байка я слышал ну ладно с моей точки зрения это не байка это есть так и есть так и есть да верьте может Вы опоздали к началу я говорю общая сумма энергии вселенной мы ее высчитали 10-70 степени да 24 грубо и вот делаем это на объем вселенной она энергия растворена везде мы ее не оспариваем да и мы когда что-то делаем любой двигатель мы берем ее вот прямо здесь берем вот это самая фундаментальная вещь вот вот этой предлагаемой теории она она без есть перевести я не привык к этому масса в секунду метр на нет конечно в обычную килограмму килограмму в секунду да там есть процент который это надо умножить на 8 ну грубо я по памяти 8.36 на 10 в какой-то степени это конечно у меня там книга лежит дай я вам покажу да есть есть у меня вот чемодание там тоже спасибо очень короткий вопрос из личных корресных целей у вас очень содержат интересную работа но просто помогите мне как-то сориентироваться построить лично вещи удивительные вот в каком вопросе я открыл справочник посмотрел его и увидел что гравитационный потенциал на поверхности солнца что-то 1 из 7 на 10 минус 6 степени на поверхности белых карликов порядка 10 минус 3 степени а у вас гравитационные потенциалы энергетические в ходе доклада я перехожу на энергетический потенциал потому что гравитационное это часть энергетического это я понял да У вас где-то есть гравитационные... На поверхности Солнца? В этом докладе был. Ну, это можно посчитать. Ну, скажем... В этой энциклопедии вы не знаете, что правильно. Черная дыра там, С-квадрат. Вот и черная дыра. Что такое? На поверхности С-квадрат потенциал энергетический. Все. На поверхности Солнца это есть в докладе цифра. Цифры я могу найти. Дело в том, что не значит, что вы прочитали правильно, а у него неправильно. И там неправильно, и там неправильно. Своё.